Судьба футболистов решается легким движением руки. Команды, которые будут участвовать в мини-турнире, делят на две группы. Соревнования, которые пройдут в городе 7 мая, приурочены к исторической дате. В 42-м году на поле стадиона «Локомотив» сотрудники железной дороги сыграли в футбол с работниками эвакуированных авиационных предприятий. В суровые военные времена, как никогда, было важно показать, что люди полны сил и способны побеждать. Сейчас времена тоже самые легкие. И я думаю, что такое наше мероприятие, оно тоже в какой-то степени демонстрирует наш оптимизм и наше желание увидеть свет в конце тоннеля и преодолеть всевозможные трудности. Исторический турнир пройдет в городе в третий раз. Сотрудники самарских предприятий, студенты вузов, работники городской администрации участвуют в 8 команд. Некоторые уже не в первый раз. Спортсмены нацелены на успех. Победители ждут кубки, дипломы и призы от спонсоров. Думаю, из группы мы должны выходить в 100%, а там команды сильные. Вот из тут, естественно, самые сильные, наверное. Про остальных не знаю. Но думаю, в полфинал мы точно выйдем. На протяжении всего года, собственно, мы тренировались. Я думаю, что это даст свои результаты. У нас немножко тут напугали. Сказали, что сам губс прям бомба. Не знаю, посмотрим. Будем биться, это точно. Легкой жизни не дадим никому. Команды практически все знакомые. Уровень команд серьезный, сильный. Все команды достойны друг другу и будут бороться, в принципе, с первой до последней минуты на футбольном поле. Поэтому турнир будет очень интересным. 7 мая на «Локомотиве» пройдет и реконструкция матча 42-го года. Сыграют, как и 75 лет назад, сотрудники авиапрома и железной дороги. Организаторы обещают, спортивный праздник будет зрелищным и душевным. Алина Чемерес, Константин Головин. События.